В 1974 году я окончил Донецкий политехнический институт. После этого два года служил командиром зенитной батареи в городе Чугове, Харьковской области, танковому полку. После службы в армии был приглашен на службу в органе комитета государственной безопасности. Два года работал оперуполномоченным в Мариупольском отделе по линии контрразведки. В 1978-1979 годах прошел специальную подготовку в Москве в управлении С, 1-го главного управления разведка. В 1980 году возвратился работать в Донецкое управление ГГБ. Как сейчас помню, день 25 июля 1980 года. Я заступил дежурным по управлению. Это, кстати, был день, как всем известно, день смерти Владимира Семеновича Высоцкого. Но мы тогда об этом ничего не знали, естественно. Властность была на нуде. Где-то к обеду меня руководство управления сняло с дежурства. Ознакомили шифр телеграммы о том, что 27 июля я в числе других шести спецрезервистов из нашего Донецкого управления должен прибыть в город Сумы. Туда собрали, кроме спецрезервистов из управлений Украинской Советской Социалистической Республики, также и бывших спецназовцев, десантников из запаса. Всего 800 человек. Суммы, конечно, вздрогнули. Но после отбора осталось чуть больше 200. Так была сформирована команда Карпаты, одно из подразделений отряда Каскад, спецподразделение Комитета Государственной Безопасности СССР. Затем нас перевезли машинами в город Прилуки, там амбундировали, вооружили, а затем мы перелетели в Узбекистан, в Фергану. И там на базе Ферганской десантной дивизии нас начали акклиматизировать, адаптировались мы климатическим условиям, стреляли из новых видов вооружений, прыгали с вертолетов, в общем, готовились к боевой подготовке, занимались по полной. Кстати, на базе Ферганской дивизии собрались все команды отряда Каскад, всего их было 8 команд. Ну, как уже поняли по названию, это были зоны ответственности различных республик. Вот у нас были Карпаты, а были еще команды Памир, Кавказ, Урал, Север. Вот, и мы там стали знакомиться. Ну, естественно, значит, в Прилках собирались, обсуждали последние новости, телепесни «Память» о Владимире Семеновиче Высоцком. Пел и я играл, ну, к сожалению, на чужой гитаре. Я когда... мне сказали, что я должен уехать, я гитару с собой, естественно, не захватил, все-таки шел на войну. И наши ребята, когда ездили за продуктами в Фергану, купили мне недорогую простенькую гитару с логотипом, вот здесь вокруг розетки, Москва-80. Вот на этой гитаре я и записывал, в общем-то, впоследствии все песни, которые рождались в Афганистане. Еще что хотел бы отметить. К нам в Карпаты влились ребята и из отряда «Зенит». «Зенит» — это отряд, который в числе других подразделений силовых органов участвовал в операции «Шторм-333» в Афганистане в 79-м году. Ну, конечно, возникла преемственность. Ребята, которые из «Зенита», они уже знали хорошо местное население, специфику его. И они, кстати, пели песни, которые мы переняли у них. Я с Сережей Климовым познакомился позже, в 91-м году, в Канабеево, где собирали афганских бардов. А песню его «В декабре-зиме-начало» я пел в 1980-м году.